Каждый день я получаю несколько десятков комментариев под видео о христианстве, славе и иудаизме, где меня называют картавым, евреем, хабадником, иудеем, обрезанным и так далее. И сколько бы я ни рассказывал о своем происхождении, ничего не меняется. Мне кажется, это связано с тем, что от вас ничего невозможно скрыть, и вы видите каждого из нас насквозь. Ну что ж, этот долгожданный момент настал, и инспирированный в тайные общества мега-еврей-иллюминат, то есть я, сегодня во всем признается и разоблачит настоящий мировой еврейский заговор. Дорогой друг, если ты смотришь это видео, то и есть настоящее сопротивление моему богу Яхве. Пожалуйста, не сопротивляйся и не мешай нам захватывать этот мир, а лучше подпишись и поставь лайк, и поделись этим видео. Монетизация. Гои, мы начинаем. Устраивайтесь поудобней. Когда-то, много лет назад, я пришел к своим друзьям в Сахнут. Сахнут – организация, подготавливающая этнических евреев к возвращению на историческую родину. Оставшись один в кабинете главы молодежного отдела, сев за его стол, я решил выбросить в урну какую-то бумажку или обертку, но промахнулся. Наклонившись, в желании повторить попытку, я увидел на задней части стола, скрытая от глаз людей, наклейку очень хорошего качества. Дизайн, который явно делал опытный дизайнер, отпечатанную в профессиональной полиграфии. На ней была надпись, внимание, МВД под наш контроль. Помимо текста на наклейке на белом фоне, была большая голубая Магин Давида. То есть в здании еврейской организации, спонсируемой государством Израиль, в здании, расположенном в центре Киева, спрятанная от глаз людей, есть наклейка, которая дословно означает «Министерство внутренних дел под наш контроль». Мы тут ни при чем, а мы тут ни при чем, совсем не понимаем, не знаем все почем. А зачем вам, ребята, понадобилось Украинское Министерство внутренних дел под ваш контроль? И кто это вообще вы? Хаббат, Хасиды, Масад, Машаах, Масоны, Яхве. Это был первый в моей жизни раз, когда я столкнулся с реальным доказательством существования еврейского заговора, еще столь наглым доказательством. Современная конспирология достигла ошеломляющих масштабов. Теории заговора стали столь огромны, что благодаря домыслам, связанным с планируемой вакцинацией от коронавируса, не хотят вакцинироваться 50% населения Украины. Я слышал, что не хотят вакцинироваться даже медсестры в некоторых странах Западной Европы. У теории заговора, конечно же, есть истоки. Тонкими нитями они ведут к чему-то, с чего все началось. Там, где появляется огромная власть и ресурсы, на которые существует спрос, там всегда появятся теории заговора. И особенно сам заговор. Любое намерение удержать или нарастить власть одного человека или больше, не ставя при этом в известность людей, и есть заговор. И так происходит не в зависимости от страны и религии. Ведь суть заговора в таких случаях лишь власть. Однако, как мне кажется, истоки современной эпидемии под названием теории заговора, конечно же, иудаизм, иудеи и евреи. Или скорее отношение некоторых людей к тому, что они делают, или к тому, как они предполагают, что делают евреи. На данный момент в мире насчитывается 15 миллионов евреев. Это вот прям если очень сильно округлить. Если учесть потери в 20 веке и снова сильно округлить, то получится, что на самом пике популяции тех, кто идентифицировал себя евреями или иудеями, была всего лишь 21 миллион человек. И как предполагается, именно это количество людей испортило реальность 7 миллиардам 800 миллионам людей, которые делятся на страны с огромной территорией, с атомным оружием, с огромными богатствами и с огромной численностью населения. И всем мешает еврейский заговор. Но существует ли он? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе непредвзято и смело. Обычно в самом начале своих роликов, прежде чем раскрыть тему и перейти к выводам, я делаю небольшую историческую или научную справку, которая указывает на корни явления. И поднимаясь снизу вверх, мы под конец вместе дружно находим истину. И вот я сел читать исторические и прочие источники по этой теме и ужаснулся. Судя по количеству материалов по еврейскому заговору и опровержению оного, данный момент очень сильно беспокоит многих людей. Друзья, желающие поддержать развитие нашего проекта и канала, и вообще все те, кто любит читать не всякую фигню, а интересную сюжетную литературу, настоятельно рекомендую и прошу покупать мои книги. Книги, которые являются бестселлерами и хитами. Несмотря на тревожащие и порой скандальные названия, эти книги снискали себе большую аудиторию, потому что они интересные и очень даже хорошие. А что я еще скажу о своих книгах? Тот, кто надумает купить сразу три книги, тот получит огромную скидку. Мои книги есть всюду, но только у меня вы сможете купить их с бесплатной доставкой по лучшей цене. Читайте, наслаждайтесь. Ссылки для покупки книг будут в описании под этим видео. Те, кто читал Ветхий Завет, помнят о том, что к евреям, как к народу не очень хорошо относились еще в Египте. Там они были рабами. Покинули евреи Египет после того, как в одну ночь погибли все египетские первенцы. Если предположить, что 10 бедствий, обрушенных на Египет, имели место быть в реальности, то мы говорим о годах до нашей эры. В Википедии, например, вы найдете список подобных наветов, начиная с первого века нашей эры и практически до наших времен. То есть подозрения о том, что иудеи совершают нечто ужасное по отношению к людям, иных религий и скрывают это, существуют уже тысячи лет. И они по какой-то причине невероятны. Эти мысли, эти подозрения не проходят. Людей, у которых можно найти еврейскую кровь, много во власти, на телевидении и в крупном бизнесе. Порой пропорции не соблюдены. И вот, например, евреев среди большевиков, совершивших революцию, было больше трети, что никак не увязывается с пропорцией в народонаселении. А еще есть, конечно же, протоколы сионских мудрецов. Не то подделка, не то правда, которой уже больше сотни лет и там написано о планах прихода тайных иудейских сил к мировой власти. Вот название некоторых тем, представленных в протоколах. Пропаганда всех идей, способных подорвать сложившийся порядок в политике. Материализм, мировое правительство, мировые войны, создание катастроф, направленных против собственного народа, всеобщее избирательное право, сокращение гражданских свобод во имя победы над врагами мира, создание впечатления наличия свободной прессы, свободы слова демократии, порнографическая литература, разрушение христианства, других религий и культур, технологии промывки мозгов, экономические депрессии. Блин, пока все сходится и очень круто ложится на современную действительность. Те, кто писали протоколы, как в воду глядели. Неужели предположение многих конспирологов о сионистском еврейском заговоре правда? Что скажут на этот счет сами евреи, например, очень набожные евреи? Представляете себе, то есть существуют рабы, диссиденты, утверждающие, что еврейский заговор или, скажем так, некая радикализация и нетерпимость к другим народам и религиям в иудаизме существует? Им-то лучше знать, чем мне или каким-то разоблачителям данного явления. Однако, самым решающим фактором в попытке найти правду будет твое собственное мнение. Когда-то я и еще несколько ребят неевреев тусовались в организации, которую я упомянул ранее, а именно в организации Сахнут. Мы тусовались там подростками, так как там существовал и, наверное, по-прежнему существует молодежный отдел. И там было очень много молодежи. Я однажды там случайно даже встретил парня, с которым учился в одной из школ на Троещине. Очень хорошо помню, как учительница вносила в какой-то список национальности учеников, то есть называла имя и фамилию и спрашивала национальность. Все ребята отвечали один за вторым, русский или украинец. Когда речь дошла до этого парня, он очень несмело встал, его пальцы дрожали, и он тихо сказал «Еврей». Весь класс мальчишек и девчонок почему-то громко засмеялся. Меня поразила эта реакция. Итак, я и еще несколько парней подростков тусовались в организации Сахнут. Я был там, конечно, из-за многочисленных девочек, искал себе там малышку и не нашел. Я брюнет, брюнет, я брюнет, вот поэтому и не нашел. Я брюнет, у меня карие глаза, мои друзья были такими же, еще и некоторые из них смуглые, короче, мы походили на своих идеально. У меня ни разу не спросили, там, когда я находился там, еврей ли я. О еврейском заговоре я там ни с кем так ни разу и не пообщался. И относился к окружающим так же, как и ко всем. С уважением. Внимание, сейчас очень секретные подробности и может быть большой скандал. Глава одного из отделов организации не был евреем. Но он скрывал это, так как место было очень доходное, скажем так. Планета еще не видела такого подлого подсака украинца, тягающего у евреев. Иногда, нечасто, в Сахнут организовывались различные праздники, накрывались столы, приходили дети с родителями. И вот тогда я увидел впервые в жизни еврейскую бедноту. Да, такая есть. Надеюсь, вы же не считаете, что несколько десятков евреев, мелькающих на экранах телевидения, представленных во власти и бизнесе, это все евреи на земле. Тусуясь там, я был, конечно же, окружен евреями и иудеями. Я познакомился с мальчишками и девчонками моего возраста. Был у них дома, мы даже выпивали вместе алкоголь, танцевали до дискотеках и так далее. Ни один из них ни разу, принимая меня у себя дома, не спросил меня о моей национальности. Я познакомился с ребятами из старых семей, коренных киевлян, где родители были ученые, доктора, университетские преподаватели, переводчики с многочисленных иностранных языков. Не алкаши и не наркоманы, гадящие в парадном, а очень интеллигентные люди. Я узнал, что в процессе подготовки людей и молодежи для возвращения на историческую родину, они там проходят своеобразные семинары, боюсь ошибиться, но по-моему это называется лехеты, в том числе и выездные на природе, за которые платит государство Израиль, то есть они там нанимают фактически гостиницу или даже целый лагерь пионерский. На этих семинарах они рассказывают о истории государства и почему так важно быть едиными. Там не говорили о том, что гои плохие, там рассказывали, что важно быть и держаться вместе. И я помню всегда кучу охраны и особое отношение к детям как к чему-то очень важному. я узнал о такой вещи, могу ошибиться в названии корзина абсорция. Это когда государство платит человеку деньги за то, что он вернулся обратно в Израиль. Эти деньги это помощь на обустройство в стране, плюс государство помогает найти работу. Со мной ничего подобного в Киеве, в Украине никогда не было. Мне понадобилось два десятка лет, друзья мои, чтобы узнать, что слова МВД под наш контроль это лозунг одной из партии Израиля и касается он лишь выехавших туда эмигрантов, живущих там. Кто-то просто привез эту наклейку с собой в Сахнут. Я больше двадцати лет рассказывал эту историю людям как образец, что нет дыма без огня. Но все это глупости. Меня бесконечно сильно поразил тот факт, насколько эти люди, пускай не все, а тех, кого я видел, объединены. А вы, украинцы, русские, молдаване, белорусы, казахи и грузины, так объединены? Ваше государство тоже охраняет так детей, как нечто святое? Дает вам несколько десятков тысяч долларов, чтобы вы освоились у себя в стране? Евреи сильны, многие из них, потому что они объединены и тянут друг друга наверх. И это правильно. Браво! Молодцы! Хотя и у них не все просто в государстве и в отношении между собой. Мы друг друга не тянем, мы друг друга топим, уничтожаем, обворовываем, рвем на куски. Без лоха и жизнь плоха эта фраза придумана нами, а наших же согражданах. Два моих прадеда православные священники. Вот один из них. Боже, сколько людей сейчас расстроились, узнав, что я не еврей. Так вот, он во время Второй мировой войны выкрещивал евреев, превращая их из иудеев в христиан, чтобы их не расстреляли фашисты. То есть, суть не в национальности, а в религии. В той религии, где Бог способен убивать первенцев и превозглашать лишь один народ избранным. А остальные не люди и даже не скот. Но тогда речь идет не о еврейском заговоре, а об иудейском. Но постойте, разве не Муаммар Каддафи говорил, что мусульманам не нужно завоевывать Европу, так как через 50 лет она и так будет принадлежать им? Разве не христианские первые священнослужители во главе с императором Константином уничтожили арианцев? Ведь секрет о том, что Христос был человеком должен быть уничтожен. Ведь он вреден для распространения новой религии. Что это все, если не заговор? Существует ли еврейский заговор? Конечно существует. Как и украинский, русский, американский, китайский и даже я вам скажу наверняка бангладешский. Существует католический, православный, исламский, иудейский, буддистский и даже атеистический заговоры. Заговор женщин против мужчин и наоборот. Все эти заговоры есть. Ведь когда возникает власти деньги, заговор всегда появляется. И существует он только для тех и того, кто является заговорщиком. И объем и сила этого заговора всегда будут прямо пропорциональной степени мощи этой власти и ценности ресурса, который есть. И в заключении хочу сказать пожалуйста, примите меня в масоны. Да, считайте, что вы уже масон. И у меня есть заговор, ребята. Я стараюсь делать выпуски на интересные темы, чтобы вы больше на меня подписывались. И более того, я не всегда делаю выпуски о том, что интересно мне. Иногда я делаю выпуски, которые вы просите меня делать. Но я не говорю вам об этом и умалчиваю. И вот это уже заговор. В последние несколько десятилетий мы с вами можем наблюдать, как растут протестные настроения всех против всех. Люди несчастны. Очень. Это жуткая эпидемия. Главное сейчас в мире. В одном из выпусков я говорил, что немцы после Второй мировой войны стали более чем в 200 раз богаче и по результатам одного исследования в сотни раз несчастней. Мир пожирает эпидемия депрессии и несчастья, эпидемия тотального одиночества. Многие не согласны с этим. И на вопрос своего собственного неудовлетворения в вопросах, и это очень важно, в которых они сами многое могут изменить, вине от кого-то другого, это ответ на их несчастье и бездействие. Да, есть люди, которые ставят палки в колеса, но нас же больше. И тайны мировой еврейский заговор не мешают тебе сегодня, прямо сейчас, после этого видео, заняться спортом или прочитать книгу, умную убрать в парадном, не относиться как гнида к членам своей семьи, не избивать свою жену. Нет, евреи не мешают тебе этого делать, причина лишь в тебе, и когда ты это поймешь, ты начнешь восхождение вверх, восхождение к самому себе, о котором ты всегда мечтал или мечтала, и это осентия, самое важное учение для каждого из живущих на земле. Друзья, пишите в комментариях, о чем делать новые ролики. Если ты посмотрел это видео, ты и есть настоящее сопротивление злу и невежеству, окутавшему этот мир. С вас подписка, лайк, жмите колокольчик и поделитесь этим видео. Спасибо, что смотрели до конца. И помните, именно вы часть глобального заговора хороших людей против зла.